Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами распакуем коробочку от Кудэйзи. Это будет за октябрь месяц. Сразу прошу прощения за мой простуженный голос. Я заболела. К моему огромному сожалению, у меня пропал голос на время. И вот он у меня сегодня появился. И я хочу поскорее снять уже обзор, потому что мне очень интересно знать, что там внутри. Так что, надеюсь, никого сильно отражать мой голос не будет. Если будет, то можете выключать аудио и просто быстренько просмотреть. Вот, так что давайте, если вам интересно, что там внутри, давайте быстрее смотреть. И всем приятного просмотра. Так, коллекция называется Autumn Wimzy. Здесь у нас будут всякие фэритейла, грибочки, цветочки, что-то такое волшебное. И когда увидела релиз, мне, знаете, напомнила на старую коллекцию от Мистера Пейнтера. Я делала альбом. Я думала, что у меня еще остались какие-то листочки. Это прекраснейшая коллекция, но вообще мне ничего не осталось. Так прям жалко стало. Такая коллекция. И, кстати, каждый раз теперь у них новая фишка. Они кладут что-то для подписчиков. В тот раз, к сожалению, я уже забыла, что было. А в этот раз они положили вот такой розовый глиттер. Мелочь, а приятно. Смотрите, как красиво переливается. В этой посылочке у меня будет на три номинования больше. Я подписалась на Travel Snow Do Book Kit и на два классифайда. Как вы помните, в прошлый раз классифайдов не было, потому что они закончились, их очень быстро разобрали. В этот раз я уже подписалась, у меня получилось. Так что теперь у меня коробочка стала немножечко побольше. Давайте начнем с главного. Это не Travel Snow Do Book, а это называется, по-моему, Planner Kit, как-то так, но тоже с этой тетрадочкой для Travel Snow Do Book. Набор секвенсов. Здесь у нас бежевые, зеленые и такие маленькие-маленькие дотики. Декоративный скотч, тоже такой очень красивый. Вся вот эта тематика волшебства, волшебного леса, зачарованного леса. Очень красиво. Грибочек, листики для записи на клеевой основе. Новинка, такого раньше не было. Это магнитная закладка. Здесь магнитик и здесь магнитик, и вы сверху можете так вот поставить, и оно закрывается, смотрите. У вас получается такая закладочка на тетрадку. Желтая ручка с желтыми кристалликами и сверху ромашка. Набор вырубки. Здесь, как всегда, шесть разделителей и различные украшалочки. Фея, грибочки. Еще из новиночки увидела, это вот такой стикер глиттерный. Это просто фом. Выбили фом, а на нем слово фол. Очень красиво так переливается. Кстати, отличная идея, потому что у меня вот такого фома много. Теперь знаю, что с ним можно делать. Снова запасные стержни для ручки. В тот раз тоже положили. Молодцы, что и сейчас есть. Блок для записей. Стикеры. Здесь уже, смотрите, поинтереснее. Они уже стали не просто писать, а еще писать и рисовать. Например, Clean Up. Здесь у нас Швабра, Лондри Дэй, Пэй Биллс, Дью Дэй. И еще у них новинка это Ревил Дэй. В какой день у них Куга Дэйзи они объявляют о новой своей коробочке. Здесь все для разделителей, что у нас новенько появилось. Halloween Planning, потому что в октябре Halloween будет. Autumn Favorite, October Goals. Ну и в принципе все. Только вот Halloween. Один листочек со стикерами. Здесь будет уже Happy Halloween. World Teachers Day, International Coffee Day. Я даже не знала. Columbus Day, International Pumpkin Day. Фея. Очень красивый ацетатный листочек. Видите, грибочки, цветочки, листочки. И он такой вот золотой. Теперь посмотрим на бумажку. Значит, с одной стороны вот так выглядит. Такие точечки. О, с обратной стороны очень красиво. Все зеленые, зеленые, зеленые листочки. Следующая это клетка желтая. С обратной стороны деревяшки. И последнее, что сказочное. Да, здесь у нас звездочки, листочки. Здесь просто размытый фон. И теперь быстренько пройдемся по самой тетрадочке. Начинается все с октября. О, какое все яркое, красочное. Вот видите, обалдеть. Просто очень ярко. Очень похоже на коллекцию от Paige Evans, которая называется Truly Grateful. По-моему, так что ли? В общем, Truly, что там. Тоже вот с такими же яркими цветами. Мне, правда, октябрь ассоциируется с чем-то таким более уже мерзким. Потому что сентябрь, если еще что-то яркое, то вот октябрь, да, вот такие цвета уже найти сложно в природе. Ну, я думаю, хотя все будет зависеть от того, какая будет у нас температура в этом году. Зелененькая. Деревяшечки. Это же очень красиво. Обожаю их бумажки. Я вам уже говорила, да? Из чего не делать? Я тоже хочу вот такую бумагу найти. Но пока чуть не могу найти. Мало того, что плотная, так она еще очень гладкая, и она не просвечивает. Интересно, чем они таким пользуются. Красиво. Дальше пойдем по порядку. Следующий наборчик – это стикеры для Хабанича. Сами стикеры. Они отлично подходят под размер Хабанича. Если вы не знаете, Хабанича – это идет такой, типа, ежедневник. Он поменьше, чем сам Тревел. То есть, посмотрите, примерно вот так. У меня, кстати, есть в мыслях попробовать его тоже везти. Не знаю, понравится мне или нет. Ну, а так вообще я их просто использую в обычном Тревеле. Здесь также писать можно. Свои дела. Дни недели. Выходные. Какие-то вот такие штучки для планирования. Знаете, просто воши-три такие длинные. Очень красивые стикеры. Октябрь. Все, конечно. Тематика, они классные. Думали. И это у нас прозрачные стикеры. Следующий набор. Они уже побольше. Все-таки в два раза. Это Memory Keeping Sticker Kit. Здесь уже они такие большущие. Также вот эти у нас на прозрачной основе. Я с поп-пучку-то начала. Они в основном подходят для Happy Planner или для Эрин Кондрен. Вот планера. Либо, опять же, я его использую вот здесь. Мне как-то жалко использовать по обычному планировщику, который я потом, не знаю, выброшу, что я с ним сделаю. Все-таки Travel, я его оставляю. Мне нравятся эти слова. Знаете, как классно есть? И Coffee Date, Fall, Hot Cocoa, Let's Stay Home, Family, Days Photo. Прям клевенькие. Я обожаю вот эти все словечки. Также для надписей, для записей. Несколько рисунков. И обязательно алфавит. Какой он красивый, смотрите. Мне нравится, что есть и большие, и маленькие буковки. Следующий пакетик. Это карточки для Project Life. Карточки не входят ни в один кит. Они продаются отдельно. Когда вы заказываете Снепер Компти Кит, можно отдельно то заказать. Так, в наборе 4 карточки 10 на 15. И все остальные карточки это половинки 10 на 7 с половиной. Снепер Компти Кит. Снепер Компти Кит. Снепер Компти Кит. Люблю я вот такие карточки тем, что мне нравится их сканировать. И потом оставляю в своем компьютере, когда надо будет, я их подрезаю. То есть у вас уже будут такие готовые карточки. Они белые на черном. Можно на фотошопе, например, красить разными цветами. Но это очень здорово. Такие карточки я обожаю. Следующий набор это Трэвелс Ноутбук. Он прям это основной их мейн-кит. И здесь есть штампики, которые мне очень понравились. Новая подушечка штемпельная. И она оранжевого цвета. Скотча. Просто такие вкрапления. Похоже на вот этот. Я думаю, то же самое будет. И будет также градиент. Набор вырубки. Здесь уже нету разделителей. Идут различные слова, стрелочки, боксики. Вот такие я прям обожаю. Обожаю такую вырубку. Видите, как классно? Менький пакетик. И здесь такие кругляши. Это тоже вырубка. Что у нас тут есть? Вот такие. Фол. Enjoy. Несколько просто очень-очень плотной вырубки. Ну, не прям супер, очень плотной. Но плотненькая. Вот этот штамп мне очень понравился. Это рукописный шрифт. И классно то, что когда вы будете отштамповывать, не будет видно, что это отдельные слова. То есть как будто так проводили. Здесь, значит, насколько я поняла, это будут цельные буковки. А здесь будут только вот эти контуры. То есть можно будет самим потом раскрашивать. Достаточно большие такие буковки. Классно. Это мне очень понравилось. Фи-стикеры, звездочки, крестики. И также листочки, грибочки и даже одна улиточка. Также для тревела они кладут вот такие распечатки. Здесь рассказывается про дизайн, который они сделали. Можно... Ну, это просто так говорят то, что можно вообще сделать. Можно сделать вот так. И третье. Это задание. Задание, то есть не просто вы для себя делаете. Да, можно потом будет участвовать в каком-то конкурсе. Я не помню, что там за это дают. То ли баллы, то ли прям какой-то подарок от Кокодейзи. Точно я не помню. В общем, каждый месяц различные вот такие скетчи. И вот расписано, что надо сделать. И потом выкладывать в игру. Здесь бумажка уже вся разрезана. Если в предыдущем они сделали большие листы, то здесь будут просто они все-таки порезаны. Давайте смотреть. Они очень красивые. И, как видно, они отличаются от предыдущего кита. Прикольно. Вот такие вигзаги. Звездочки. Звездочки. Так, здесь у нас грибочки. Знаете, они с двух сторон. Я вам показываю. С этой стороны. Здесь цветочки. И вот тоже очень красивые. Надо успеть быстренько сфотографироваться, когда будет красиво осень. Потому что такое часто бывает. Например, смотрим, все такое красивое на улице уже. Там все красные цвета появились на деревьях. И пока мы пытаемся собраться, сделать небольшую патасессию, все листочки опадают. Так, здесь у нас два тега вот таких. И два набора со стикерами. Кругленькие с датами. Кстати, можно тоже отсканировать. И вот такой набор с алфавитом. Сама тетрадочка. Она, конечно, отличается от вот этой. Во-первых, здесь Start Here. Здесь такого нет. И также по внутренности. Здесь нет уже никакого месяца. То есть, можете начинать с любого. И здесь будут повторяться паттерны. И листочки чистые. Клеточка. Также с паттерном, который мы видели. Снова клеточка брызги. Снова здесь у нас уже пошли точки. Как в Bullet Journal. Все, да, понимаете, в перемешку. Вам было удобно. Также есть и линейка. Разлиновка. И опять же, тут прекрасная бумага. Прям обожаю. Еще линейка. Так, дальше деревяшечка. Точечки. И все. Я вот, знаете, когда думала, на что мне подписаться, я так и смогла выбрать, потому что это совершенно два разных кита. И хочется и то, и другое. Поэтому подписалась на два, на несколько месяцев. А потом уже, может быть, решу, что мне больше нравится. Этот или этот. Но пока, я не знаю, мне оба очень-очень нравятся. Следующее. Это наборчик с дополнением. Он называется Add-on. Скотч. Он уже потоньше. Как видите. Не в половину тоньше, да? Но все равно. Немножечко потоньше. И у них такой уже был дизайн. Тоже такие линии с разными цветами. У меня, похоже, есть. Только тут у меня был пошире. Набор вырубки. Здесь, наконец-то, появилась эта фея. Почему-то до сих пор ее не было. Как-то, ну, странно. Где-то рисуют, где-то ее не рисуют. Вышитые листочки. Здесь, наверное, сколько их? Два, четыре, где-то семь. Семь штучек. Статина, если не ошибаюсь. Подвеска. И у огромной. Раньше были меньше. На скрепке тоже бабочка. Ой, бабочка, как это называется? Бантик. А здесь обычно всегда кладут их знаменитого Саймона. Но почему-то вместо Саймона вот это положили. Хм, интересно. Странно, но ладно. Также всегда теперь будут класть вот такую карточку. Типа со сводчами. Чтобы, не знаю, если вам понравился какой-то цвет. Чтобы могли посмотреть. Ну, в общем, вот такую штучку теперь кладут. Также карточка с небольшими высказаниями. Я обычно сразу ее убираю для Project Life карточки. Еще набор стикеров. One day at a time. Autumn is here. Дальше. Снова алфавит циферки. Слова. И большая карточка. И также к Эдону идет вот такая сумочка. Это, не знаю, хотите называть косметичка, пенал. У меня здесь лежат все материалы для тревела. Так, внутри у нас просто беленькая. Снаружи золото. Прикольно блестит. И, как всегда, вот такая кисточка. Остались у нас два пакетика Classified. Мне нравятся пакетики от Classified, что сюда кладут не только продукции от Cupu Daisy, а других производителей тоже. Так, здесь я уже вижу вот такую полосочку. У меня, по-моему, где-то уже такая была. Такая красивая, тоненькая. От Kaiser полужемчужинки. Кабутин. Это, по-моему, ее новая коллекция. Такие бабочки. Такие 3D. Такие небольшие, такие пухленькие. Они сами по себе двойные. А еще она в спинненном скотче. Такие большущие. Здорово. И также от нее вот такой набор вырубки. Почему-то не написано, как коллекция называется. Или, а, нет, там написано Art for Everyone, да? Да. Так, так и коллекция называется. Да, это ее новая коллекция. С обратной стороны вот есть. Давайте посмотрим, что здесь. Карточки для журналинга. Несколько вот таких ярлычков. Слушайте, ну, прикольно, да. Много-много разных рамочек. И последнее от Pretty Little Studio. Просто вот такой набор, такой листочек. Его можно будет разрезать. Снова положили вот такой скотч. И, к сожалению, это повтор. Даже обидно немножечко. Ну, ладно. Обычно они не повторяются. Не знаю, почему-то раз решили повториться. Так, это мои любимые штучки для ручки. Не помню, луп, как оно называется. В общем, вы поняли, такие держалочки для ручек. Вы приклеиваете они уже на скотче. Вставляете ручку. Здорово. А вот и Сальмон, кстати. Как он, мальчик, так и девочка здесь. You had made glitter. О, такая красота. Это уже третий у меня будет ярлычок. Малычок. Тикеры. Сюда можно, кстати, будет приклеивать вон те разделители. Несколько стрелочек. О, смотрите, как красота. Они сделали на грибочках, а написали дни недели. Вообще милота. Очень красиво. И сами фейри. Они положили дейзи. Это, как называется, салфеточки. Есть маленькие салфеточки, есть большие. Честно, я ими особо не пользуюсь. Но, по-моему, я куда-то пыталась их запихнуть. Но я не фанатка вообще таких салфеток. И последнее, что я вижу, вообще еле как смогла увидеть, это... На нем покажу. Такой ацетатный листочек. И, как всегда, в конце показываю свой бардак. Сейчас я буду все это дело разбирать. Я положу в свой органайзер, который я сделала специально для вот этих китов для Coco Daisy. Что у меня там осталось, я сейчас уперу с предыдущего сентября. И уже буду готовиться к октябрю. Мне, в принципе, понравилась. Очень такая милая, немножечко волшебная. Но мне показалось, мне недостаточно было почему-то волшебности. И в предыдущих китах, в Трэвеле, они всегда клали натирки Рабонс. Почему-то в этот раз натирок не было. Хотя я очень ждала. И я также думала, что они по этот... Что будет не Вика, не от Вики Бутин, а будет от Пейдж. Который вот этот Трули Грейтфул коллекция осенняя. Потому что она просто шикарно под это подходит. Я когда вот увидела цвета, я подумала, блин, они точно вот возьмут что-то из нее. Или вырубку. Или, может, толпеть, или еще что-то. Но нет. Почему-то они решили положить вот это. Ну да, чем-то похожее. Я не против. Мне понравилось. Вот этот набор прикольный. Я сама бы никогда его не купила. Прикольненько. Так что, да. Вот такая была у нас коробочка октября. Я рада, что в этот раз она намного больше. Потому что в прошлый раз, как вы помните, это было вообще очень-очень мало всего. И мне нравится, что теперь вот есть различные задания. И можно будет по ним работать. И не просто, как вот в первый раз. Если вы помните, я в первый раз, когда тоже заказывала. Там просто, ну, сделайте. А в этот раз они сделают именно конкурсы. Так как вы знаете, конкурсы я обожаю. Совместные проекты я обожаю. Пока есть время, я обязательно буду все это дело делать. Все. На этом буду с вами прощаться. Еще раз прошу прощения за свой голос. Не смогла я сдержаться. И захотела сейчас все это дело записать. Увидимся с вами скоро. Да. До скорой встречи. Пока-пока.